Как вам следует составлять автобус, арест имущества? Составьте, арестуйте. Управляющая компания ЖКО задолжал за свет 10 миллионов рублей. Организация не платила по счетам с самого первого дня появления энергосбыт «Волга» на рынке. В счет долга здесь судебные приставы могут изъять только автомобили УАЗ. Оценили его в 300 тысяч рублей. Но поскольку он нужен, управ компанией для работы забирать его пока не стали. УАЗ оставили на ответственное хранение. Если через 10 дней должник не заплатит по счетам, транспортное средство пойдет с молотка. В присутствии приставов, в неприсутствии. У меня ни от кого секретов нет. Значит, скажу только одно, что перед Господом и моими внуками мне не стыдно. А все остальное я оправдаюсь. Директор объясняет, что не платил ни по собственной инициативе. Во всем виноват низкие тарифы жители, среди которых много злостных неплатильщиков. Похожая ситуация сложилась и в другой компании. Ресурсы, снабжающая организация «Теплосеть», задолжала почти 8 миллионов рублей. В собственности у компании всего лишь несколько стульев и стол. Оборудование из котельной продавать нельзя по закону. Как-то сейчас будете их гасить? Ну, как же. Конечно. В какой период хотите погасить? У вас долг практически 8 минут? Ну, все зависит от поступления. Поступают деньги, оплачивают. По словам судебных приставов, подобные рейды дают быстрый эффект. Оставшись без имущества, должник начинает более активно искать средства на погашение долга. Данные методы являются достаточно действенными, так как списание только со счета. Никоим образом должник не контактирует с приставом. А когда все-таки мы приходим, какое-то имущество изымаем, обращаем на него взыскание. Как правило, должники начинают более активно предпринимать меры для устранения своих задолженностей, восстановления нормального режима работы. Без приглашения приставы приходят и в квартиру к обычным гражданам. Методы работы при этом не сильно отличаются. Злостные неплательщики после изъятия имущества становятся сговорчивее. В большинстве случаев они в течение нескольких дней находят деньги на оплату квитанций. В отношении физических лиц такие рейды проводятся на регулярной основе, согласно утвержденному графику со службы судебных приставов. Судебные приставы производят арест имущества граждан неплательщиков, а также ограничивают их выезд за границу. Особенно эффективно действует, по словам судебных приставов, отключение электроэнергии в квартирах должников. При этом энергетики не советуют заниматься самовольным подключением, а искать деньги на погашение долга. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Константин Миронов и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.